Здравствуйте! В эфире программа Жизни Дорога. Я ее ведущий Валерий Седов. Сегодня у нас поистине разнообразный выпуск. А начнем мы, как всегда, со сводки происшествий. За прошедшую неделю на дорогах Рязанской области зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 7 человек погибли, 49 получили травмы различной степени тяжести. В области зарегистрировано 206 дорожно-транспортных происшествий с причинением материального ущерба автовладельцам. Инспекторы ДПСГ выявили 45 702 нарушения правил дорожного движения, в том числе 44 факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения, 11 отказов от прохождения медицинского освидетельствования, а также 8 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения повторно. 70 нарушений были допущены водителями мототранспортных средств, 84 совершили пешеходы. Выявлено также 46 нарушений, связанных с перевозкой детей, 118 допустили водителей грузового транспорта и 34 допустили водителей автобусов. В Скопинском районе на 260-м километре автодороги Р-22 Каспий 38-летний житель города Люберцы, управляя автомобилем «Шевроле Круз», по предварительной информации совершил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 45-летней жительницы Тамбовской области, а также с автомобилем «Вольво», которым управлял 54-летний житель Тамбовской области. В результате этого происшествия водитель и 14-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле Круз» получили травмы и были госпитализированы в больницу. 39-летняя пассажирка автомобиля «Шевроле» от полученных травм скончалась на месте. Водитель автомобиля «Лада Ларгус» получила травмы. Ей была оказана медицинская помощь. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В Шиловском районе на 289-м километре автодороги М5 Урал 41-летний житель села Старожилово, управляя автомобилем «Шевроле Ланос», по предварительной информации, не убедился в безопасности своего маневра, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «КамАЗ» с полуприцепом под управлением 32-летнего мужчины. В результате этого происшествия водитель автомобиля «Шевроле Ланос» от полученных травм скончался. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. О ситуации на дорогах мы рассказываем регулярно. И обычно сводки происшествий заканчиваются словами. Сотрудники госавтоинспекции проводят проверку. Мы побывали в отделе криминалистических экспертиз, и теперь точно знаем, как эта проверка проходит. И сейчас расскажем о ней. В данном случае это было очень резонансное ДТП. После данного ДТП было большое исследование данного автобуса в рамках технического состояния деталей и узлов. То есть практически 2-3 дня мы жили в городе Скопине и осматривали данный автомобиль на техническом состоянии. Эта авария произошла в Скопинском районе. 2 января прошлого года в опору моста въехал туристический неоплан. Для выяснения причин ДТП автотехническим экспертам предстояло разобрать автобус, изучить все детали и узлы. В общем, работы было много. Ссылались люди, что автобус перед ДТП был неисправен. В результате чего мы провели работу длительную и выявили, что автобус перед ДТП находился в технически исправном состоянии. В данном ДТП послужил действие водителя. В отделении автотехнических экспертиз всего несколько человек. Однако спектр задач у них огромный. В день может быть по несколько выездов на ДТП с летальным исходом. Первая задача – выехать на место происшествия, полностью осмотреть его. Для этого эксперты используют чемодан под названием «Пульсар». В основном в нем находится инструмент слесарный для необходимых каких-либо вырезов еще чего-либо из транспортных средств, если это все понадобится изымать. Также находится фотоаппарат, измеритель эффективности тормозных сил, криминалистические линейки и иные приспособления, которые необходимы при осмотре мест происшествия. Следующая задача – по всем зафиксированным следам составить точную картину ДТП. Проще говоря, выяснить, кто стал виновником аварии. Следы эти фиксируют как сами эксперты, так и следователи. После уже кабинетная работа. Здесь и составляют отчет, по которому следователям нужно установить, кто виновник ДТП. Самый насыщенный на выезды сезон, говорят эксперты, лето. Поэтому сейчас у них во всех смыслах горячие деньки. В сводке происшествий сотрудники госавтоинспекции нередко рассказывают о водителях, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мы сделали небольшую подборку самых неудачных автолюбителей. Со звонким хрустом он разносит лобовое стекло некогда любимой «восьмерки». Машина подлежит эвакуации, но хозяин с этим не согласен. Дескать, а не доставайся же ты, дорогая моя, никому. Этот доморощенный халк, который снес у авто еще и заднее боковое стекло, водитель. Правда, несовершеннолетний. Остановили его за отсутствие номеров. При проверке узнали, что нет и удостоверения. В общем, такое вот комбо. А с любимой своей решил проститься ярко. Притом, и ласточку свою он не пожалел. А вот сабвуфер забрал. Сердцу, видать, дороже. Вон, как нежно от проводов отсоединяет. Сложив небольшой кучкой все добро, команда утилизаторов продолжает разбор машины. Свои пожитки в одну сторону, разбитое стекло в другую. Сюда же изолента, которая служила задним стеклом. А после того, как черная завеса сорвана, срывают и заднюю дверь. А ты висит! Вот, ты висит! Но все тщетно, а ее все равно увезут на эвакуаторе. А вот материал по водителю направят в комиссию по делам несовершеннолетних. В общем, в чем-то даже повезло больше, чем нашему следующему персонажу. Здравствуйте, инспектор ДПС-400. Ну, а почему бы и нет? Стесняться уже некого, инспектор рядом, так что можно отхлебнуть еще. Видать, для храбрости. Сколько выпил, так и не признался. Да, в общем-то, и так понятно, что не рюмку. А вот за руль, говорит, сел, потому что козырек в машине сломался. Поехал за запчастями. Правда, получается, ездить пьяным за рюмом лучше, чем трезвым? Да. Видать, все же не лучший раз попался. Сколько выпил, покажет алкотестер. На посту ДПС при понятых предлагают пройти освидетельствование. Продукться удалось только со второго раза. Еще, 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 еще. Все, идет анализ, смотрите. Затем на камеру. Когда будет анализ, там циферки нужно будет. Да, вы скажете, продиктуете циферки. Ну, наверное, много. 1,3, я думаю, много. Ух, смотрите. Много. Полтора миллиграмма на литр, это уже за гранью. И пока в отношении мужчины составляется материал уже об уголовном деле, злоумышленник нашел, как он думал, самый лучший выход из ситуации. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что штраф за вождение в пьяном виде 30 тысяч и лишение водительских прав на срок до двух лет. А за повторная уголовная ответственность. В этот раз эту меру вполне могут применить. С начала года на территории Рязанской области выявлено около 2000 нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением водителями транспортных средств в состоянии опьянения. В том числе более 400 водителей отказались от законного требования о прохождении медицинского свидетельства на состояние опьянения. А также в отношении более чем 260 водителей возбуждены уголовные дела за повторное управление транспортными средствами в нетрезвом виде. Штраф за систему АБС, неправильно установленную резину, конкретно зимнюю, и даже за видеорегистраторы. За это будут штрафовать с сентября 2023 года. Далее в сюжете расскажем, как это будет работать, как таких штрафов можно избежать, и какая сумма грозит за нарушение того или иного закона. Начнем с сезонной резины, а точнее с несезонной. С сентября в силу вступит запрет на эксплуатацию авто летом на шиповках. Оправдывают это, дескать, с сохранением асфальтового покрытия. Что примечательно, после штрафа езду продолжать можно, правда платно. За несезонную резину может штрафовать каждый следующий инспектор. Считается, что это будет симулировать водителя исправить недочет. Зимой же штраф можно получить за, например, три шипованных колеса из четырех, то есть к тому, что приводит к разной степени сцепления с дорогой. С сентября можно получить штраф за видеорегистратор. В списке изменений появился пункт о том, что установка дополнительных предметов или нанесение покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, запрещена. Исключение это зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, радиоантенны, нагревательные элементы, устройство размораживания и осушение ветрового стекла. А вот под запрет попадают и видеорегистраторы, и крепления для сотовых телефонов. Но только в том случае, если они мешают обзору. Эксперты, однако, считают, что все будет зависеть от инспектора. Если он посчитает, что предмет мешает обзору, то выпишет штраф. Сумма, кстати, не то чтобы большая – 500 рублей. Потому водители советуют теперь крепить гаджеты на панель. За неисправную систему АБС теперь тоже можно получить штраф. Выявлять ее предлагается с помощью проверки светового индикатора на панели приборов автомобиля. Автопроизводители, в свою очередь, подчеркивают, что норма эта не затронет упрощенные модели, которые выпускали без этой самой АБС. Юристы считают, что нормы эти коснутся в первую очередь пассажирского и грузового транспорта. Их инспекторы проверяют с помощью специального оборудования. Глобальные изменения ждут таксистов. В каждом регионе создадут три информресурса – реестр перевозчиков, реестр такси и реестр служб заказа такси. В первом, например, будет указано в том числе сведения об электронном разрешении на перевозку. Второй объединит данные о транспортном средстве и их владельцах. Его разместят на своем сайте. И теперь заказ разрешат взять таксисту только в том случае, если сведения в реестре есть. Следующий пункт – запрет к управлению такси. Под него водитель попадет в том случае, если у него за день до перевозки есть три неоплаченных штрафа за нарушение ПДД. Другое условие звучит куда интереснее. Если водитель не прошел аттестацию на знание того, где в регионе находятся объекты транспортной инфраструктуры, культурного наследия и спорта, медицинские и образовательные организации и так далее. Ну и наконец, управлять машиной он не сможет, если его повторно лишили прав или арестовали за административные нарушения в сфере дорожного движения. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова